Уроки кулинарии в школе. Зачем нужно учить наших детей кулинарии? Обучение детей кулинарии в школьные годы имеет много плюсов. Кулинария это важный жизненный навык, который учит детей правильному здоровому питанию, влиянию пищевых продуктов на здоровье человека. Кулинария стимулирует мышление, решение проблем и развивает креативность в детях. Уже не говоря о том, что кулинарные навыки могут пригодиться в жизни любому человеку. В этом видео мы познакомим вас с учителем кулинарии частной школы в Англии, Блоксом Скул. У вас школа на 600 учеников, но при этом все есть. 529. Даже так? Да, у нас много всего. И не только оснащение, а также большой выбор предметов. Да. И даже кулинария. Привет, Питер. Как дела? Отлично. Здравствуйте. Это Адиль. Он здесь поснимает. Да. Питер в ответе за все связанное с едой. С едой? Да. Питер, я сам обожаю готовить. Здорово. А вы знаете какие-то русские блюда? Русские? Да. Это сложно. Я вас назадачил. Я сам родом из Казахстана. Казахстан? Это бывший Советский Союз. Да, конечно. Казахстан. Я знаю Казахстан, потому что я люблю велосипеды. О, конечно. Мы сильно везде на велосипедах. Очень. А что вы знаете о казахской еде? Боюсь, я не очень знаком с русской кухней. Я знаю, что у вас есть разнообразные мясные рагу. И это крестьянская еда. Да. Это родина рагу и холодных свекольных блюд. Есть свекольный суп. И холодный тоже, да. Очень вкусный. Да, он вкусный. Я думаю, всем бы понравилось, если бы я дал его нашим детям. А почему вы приехали в школу? Снимать? Мы агентство по набору студентов. И снимаем школу, чтобы привезти вам пару студентов. Замечательно. Этот курс для первого, второго и третьего года. Студенты наблюдают и готовят шесть недель. Каждую неделю. И в итоге готовят что-то на моем примере. Сами? Да, сами. Они наблюдают, пробуют, нюхают. Смотрят за всем, что я делаю. Делают записи. И затем повторяют. Друзья, перед тем, как мы продолжим нашу интересную беседу с учителем кулинарии британской школы, хочу сразу предложить вам после просмотра этого видео пройти на другие, не менее интересные выпуски, посвященные Блоксомску. Интервью с директором школы и с русскоговорящей ученицей Виталией. Дегустация школьного меню, видеоэкскурсия по кампусу, условия проживания и многое другое. Все ссылки будут в описании под этим видео и там же будут подсказки того, как можно связаться с нами в компании Мариаде для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. А потом они кушают, что приготовили? Да. Да, это важно. Очень важно. И забирают домой, дают попробовать родителям. А вы только готовите или изучаете диетологию в том числе? Да, мы им даем понятие о пищевом балансе и как правильно питаться. Готовим здоровые блюда. И также студенты думают о количестве белков, углеводов, витаминов, питательных веществ. Речь не только о выпечке и еде для развлечения. Это часть здорового образования. Да. И также хорошо для бизнеса. То есть они создают свои меню. На шестой форме у нас есть юнит, в котором они создают свое меню. Затем они набирают команду поваров, с которыми они будут его готовить. Нужно управлять своей командой, ставить все в правильном порядке, создавать рецепты. И остальные могут ими пользоваться, как кейтеринг. И также у нас есть клиенты, которые пробуют еду. Они их обслуживают, как на открытой кухне, но без стола шефа. Да. Не как в ресторане, а на ужасных пластиковых креслах. Да нет. У вас здесь так все хорошо обустроено. Да. Очень мило. Много места. Этот курс популярен? Да. Здесь обычно человек 10. На шестой форме у каждого своя кухня. В средней школе работа в парах. Понятно. В средней школе у них есть только час. Поэтому нужно работать в команде, чтобы все подготовить. Ведь я всегда использую свежую еду. Также есть и элемент времени. Да. В обычных государственных школах вы приносите еду с собой. А тут школа предоставляет. Да, предоставляет. Органическую? Ну, не всегда. Но если они хотят пойти по этому пути со своими меню, то могут. В этом году у нас были лобстеры, крабы, фуа-гра. Еда приходит к тем, кто любит готовить. Надо же! В малых порциях, в конфи. Я не хочу говорить студентам, что им делать с едой. Я хочу показать, какая еда бывает хорошая. Точно. Я не могу говорить о лобстерах, а детям дать следенцы. В этом нет смысла. А вы знаете, что в Казахстане едят конину? О, нет. Я предвидел эту реакцию. Я становлюсь вегетарианкой. Вы бы попробовали? О, я пробовал. Я пробовал во Франции. Во Франции также едят. И как вкусно. На самом деле сложно отличить. Это очень чистое мясо. И постное. Постное, да. Очень мало жира. Спасибо большое. Рад встрече. До свидания. Мы идем на обед, только без лошадей. Надеюсь, выпуск вам понравился. И вы напишите сейчас в комментарии под видео, что вы думаете о важности кулинарного образования в школьный год. А на нашем канале вы найдете еще сотни подобных интересных выпусков. Не забудьте подписаться. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру.